Единоклассным решением судей победу одержал Магомед Сулумов! И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Ведь благодаря им мы попали на турнир AMC Fight Nights под номером 103. Но и не только нам помогает Gorilla, еще и множество бойцов, в том числе и Хабибу Нурмагомедову, Петру Яну, а также множество промоушенов EFC, OFC и не только им. Спасибо огромное, Gorilla, наш любимый энергетик. Слева от места это Мухамед Сулумов. Поздравляю тебя с победой, с возвращением. Давно не видели. Расскажи, какие эмоции возвращения еще и AMC Fight Nights. Добрый вечер всем. Честно говоря, эмоции самые хорошие, самые положительные. Очень рад дебютировать в лиге AMC Fight Nights. Рад выиграть. Рад находиться здесь, в Сочи. Красивое место. Почему так долго не было? Ну, я дрался последний раз в октябре. После этого у меня 10 апреля должен был быть на AMC Fight Nights бой с Хайбати. Мы планировали, но они не смогли договориться с лигой. Там боединок сорвался. Мне дали бой на 4, контракт на 4 боя. Кстати, они смогли договориться по деньгам? Нет, я так понял. Персидский Дагестанец не захотел драться в этой лиге больше на тот момент. Не знаю. Вот так вот. Сейчас у тебя долгосрочные отношения с лигой AMC Fight Nights? Сейчас у меня бой, контракт на 4 боя. Я в ближайшее время буду здесь. Мы с тобой много анонсов всяких разных обговаривали, но в итоге не один из них, можно сказать, не состоялся. Расскажи, почему? Изначально планировался бой с Давидом Хачатряном. Я думаю, все его знают. Вроде и согласие было с их стороны. Я тоже этого боя хотел. Лига также. Камил, Амир, Мурадов, Матчмейкер, Имам. Все этот бой ждали. Но я так понял, они не смогли договориться. И в последний момент турнир с Москвой перенесли в Сочи. И пришлось искать на коротком удоверении. Давайте теперь немножко поговорим о этом поединке. На самом деле, я думал, что проще у тебя получится. Парень очень молодой дебютант. Ты, можно сказать, уже такой ветеран, можно сказать, да, локальный. Хоть у тебя немного боев, но ты давно выступаешь, дрался и с окопом Степаняном. И вообще имеешь достаточно крутые активы в своей карьере. Чего, не знаю, не получилось или почему не получилось туда срочно? В принципе, бой получился неплохим. Темп был хороший, как видели. Мне всегда труднее драться с соперником, о котором мало что известно. У которого два боя пять лет назад были, больше видео не было. Мне трудно подстроиться под него, бывает. Тем более, киргизские спортсмены, они очень корявые, выносливые. Держат хорошо удар. И они всегда выносливые. Даже на коротком давлении ты должен быть готов, что они будут драться три раунда. Но этот киргизский молодой боец, он был из клуба Эволв, насколько я знаю. Мы ожидали от него грэплинга, но, видимо, и в стойке он хорошо поработал. А вот удушка, которую он накинул, был момент с гильотиной. И причем ты долго выбирался. Ты чувствовал, что можешь уснуть или не было такого? Нет, уснуть я, в принципе, не чувствовал, что могу уснуть. Но вначале плотный был захват. Я видел, что он тянул, мне было достаточно тяжело. Но я изначально, как только я понял, что он грэплинг, я изначально был готов к тому, что в бою, если будет такой момент, я лучше засну, но не постучу. Поэтому я был готов к удушкам и неплохо чувствовал шею свою. Что дальше в лиге АМС Fight Nights? Есть какие-то интересные планы? Ты всегда не боялся делать вызовы? Может быть, стоит сделать сейчас что-то? Мне интересно два сюжета развития событий. Я хочу бой с Давидом Хачатрианом. Или хочу претендентский бой с кем угодно. Вообще без разницы. Но это должен быть претендентский бой. Я пришел сюда за поясом. Не смотрите на мои габариты, что я меньше легковесов. Я, может быть, и меньше, но я выносиваю быстрее. Так что легковесы. Я вас всех жду. Кстати, ребятам, я думаю, будет интересно, сколько у тебя в межсезоне вес. И сколько ты гоняешь? У меня вес 81 килограмм, когда я готовлюсь. А в межсезоне бывает и 82, и 83. Но по мне это не скажешь. А почему не 65? Мне надоело себя изнурять этими тяжелыми загонками. Как посмотришь, один не делает вес 2 килограмма, другой 1,5. И вот эти туда-сюда качели, мне это неинтересно. Я хочу показывать хорошие поединки, хочу делать вес. Также я видел, что в результате развешивания там было написано, что я 71,500. Но весовая категория была 71,500. И я показал, что ровно столько-столько нужно было. А это вы договорились с соперником? Я изначально... Давид попросил... Давид Хачтран же был сначала мой соперник. Он попросил 73 килограмма. Я сказал, я готов тебе 72 дать. И поэтому я был готов к 72 килограммам. И поэтому сделали 71,500. А так 70? А так 73 свободно. Что по поводу даты... Когда ты готов, ты вообще... Я так понимаю, что хочешь быть активным бойцом, просто не получается. Да, я хочу в легком месте. Я хочу показывать 4 боя в год как минимум. Я хочу вернуться на турнире Мага Иса Минеев. Мне нужен громкий поединок. Претенецкий бой или бой с Давидом Хачатряном. Так что я надеюсь, Амир Мурадов, Камил, вы меня слышите? Да, Камил. Хотел бы также пару слов благодарности сказать. Хочу поблагодарить свой клуб «Ахмад», президента клуба «Абуджайда» Висмурадова. Поблагодарить весь тренерский состав во главе с Мурадом Бичуевым. Поблагодарить моего брата Ислама Садулаева, моих партнеров, моих близких, моих родных. Да, я сейчас скажу, что Камил Гаджиев, Амир Мурадов, парень готов газовать. Давно знаю Мухаммада. Интересный боец, зрелищный. Так что пойдите ему навстречу, дайте ему интересный бой. А вы, друзья, подписывайтесь на его инстаграм. Он появится внизу экрана. Подписывайтесь на инстаграм Вестник и ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео. Субтитры создавал DimaTorzok